Всего четыре года назад здесь провели капитальный ремонт. Покрасили фасад и якобы отремонтировали кровлю. Но перемен к лучшему жильцы не ощутили. Как вылилась вода по стенам с крыши, так она и продолжает по сей день. И такая картина не только в подъезде, но и в самих квартирах. Черный квадрат на потолке в квартире Анастасии Крутиковой уже никого из жильцов дома не удивляет. Ведь такие предметы искусства можно увидеть в каждой квартире. Управляющая компания весной 16-го студентов закинула на крышу, чтобы скинули этот снег, убрали. Они все с нашим рубероидом вместе скинули. И опять образовалась та же течь в новых местах только уже, правда. Проходим чуть дальше и заходим в гости к другим жильцам. Здесь картина получше, но только на первый взгляд. Вон вода у меня постоянно стоит. Вот вода, она идет, вот так вот все течет, там все сыро, вот отсюда эта вода все. А здесь вообще был грибок, все было черное, аж слизь была черная, причерная. Вода льется отовсюду. Если это второй этаж, то вода течет с крыши, если первый норовит потопить из-под полов. Вот это, это то, что выступает из-под пола. Под пол оно попадает вот из той самой канализации. Маленькие дети из-за сырости и плесени постоянно болеют. Насморк уже как норма, но деваться некуда. Вся надежда на управляющую компанию столичная, которая должна обслуживать общедомовое имущество. Однако, как говорят жители, свои обязательства они не выполняют. Но с этим не согласны в самой указ столичная. Все беды, как они поясняют, из-за перебоев подачи холодной воды. В 2013 году нам в СГХ обещали, что якобы они проведут централизованную холодную воду. Но до сих пор там стоит времянка. Из-за этого, так как у нас перемерзает вода, естественно, сразу останавливается канализация. А еще одной причиной называют накопленные долги за оказанные услуги. Но здесь жильцы придерживаются мнения. Зачем платить за то, что не получил? Сталактиты под домом, каток в подъезде, ржавые трубы и последствия нескончаемых потопов, вплоть до осыпающихся стен, закономерно создают такой вопрос. Если ситуацию не решат в ближайшее время, то, скорее всего, список аварийных домов пополнит еще один адрес. Саргалана Захарова, Александр Слепцов, Василий Слепцов, НВК САХА, Якутск.